Ты хочешь узнать, как зарабатывать деньги на YouTube, даже не снимая видео? Да, это возможно. И в этом сегодняшнем видео я собираюсь показать тебе, как именно это делается. Я собираюсь показать тебе каналы, делающие это. Удивительную нишу, которую ты можешь использовать. Я покажу тебе, где найти бесплатный контент без необходимости иметь дело с авторским правом или чем-то подобным. Я покажу тебе еще один секретный способ заставить людей бесплатно предоставлять тебе контент для загрузки в твои видео на YouTube. И, наконец, я собираюсь показать тебе секрет, как сделать это, чтобы заработать в 10 раз больше, чем зарабатывает большинство ютуберов. Так что, если это звучит хорошо, оставайся со мной до конца. Меня зовут Мэтт Парр. Я управляю девятью разными каналами YouTube. Я набрал более миллиона подписчиков на YouTube и множестве других каналов, чтобы более 100 тысяч подписчиков буквально использовали этот метод. На YouTube много людей говорят о том, как зарабатывать деньги на YouTube, не снимая видео, но на самом деле они не используют этот метод. Я веду девять разных каналов YouTube, восемь из которых я даже не показываю своего лица и даже не создаю контент для них. Так я на самом деле применяю этот метод. И если ты смотришь это видео сегодня, ты узнаешь, как это сделать, от того, кто на самом деле это делает. И я собираюсь поделиться с тобой всеми лучшими советами и секретами по пути. Поэтому, прежде чем мы перейдем к видео, нажми эту кнопку подписки, чтобы я мог регулярно помогать тебе с YouTube. Теперь давай перейдем прямо к видео. Поэтому, прежде чем я покажу тебе этот невероятный уникальный метод, позволь мне сначала сделать краткий обзор того, как именно это сделать. Итак, я разбил процесс зарабатывания денег на YouTube без создания видео на трехэтапный процесс. И очевидно, что между этим процессом происходит гораздо больше вещей. Однако, просто чтобы дать тебе общее представление о концептуальном понимании этого, вот три шага, которые нужно сделать. Первый шаг, выбрать нишу или категорию контента. И в этом видео я собираюсь предоставить тебе совершенно бесплатную нишу, которую ты можешь использовать для этого. А потом, когда у тебя есть своя ниша, ты придумываешь идеи для видео. Шаг номер два, либо создавать контент самостоятельно, либо создавать машину для создания видео, которую я собираюсь показать вам, как это сделать в этом видео сегодня, чтобы создать контент для вас. И, наконец, шаг номер три, загрузить и оптимизировать свои видео, чтобы убедиться, что ты настраиваешь себя на успех настолько, насколько это возможно. И я собираюсь поделиться с тобой секретами о том, как именно это сделать в этом сегодняшнем видео. Так что теперь, как я и обещал, я собираюсь показать тебе несколько реальных примеров каналов, которые на самом деле это делают. Потому что одно дело говорить об этом, но совсем другое дело на самом деле показывать тебе примеры каналов, делающих это. Чтобы ты мог, надеюсь, воспроизвести это в какой-то степени и сделать это по-своему, чтобы, надеюсь, они помогли тебе дать идею. Итак, первый канал, на который мы собираемся взглянуть, это канал прямо здесь, под названием «Домашние животные и животные». И как ты можешь видеть, у этого канала 39 нулевых подписчиков. И они просто загружают видео, такие как Ротвейлер против немецкой овчарки, 10 самых любимых пород собак Америки. И они снимают много видеороликов о разных породах собак. И весь канал в основном сосредоточен на разных типах собак, информационных видеороликах о собаках и тому подобном. Что действительно интересно, так это то, что если мы обратимся к статистике социальных сетей этого канала. И, кстати, Social Blade это совершенно бесплатное расширение для Chrome, которое вы можете использовать, чтобы посмотреть, сколько зарабатывают каналы YouTube. А если мы посмотрим на оценки на этом канале «Домашние животные и животные», «Как ты можешь видеть, вот сколько просмотров получает этот канал в день». И в среднем они получают от 30 до 40 тысяч просмотров в день на своем канале YouTube. Теперь, по их оценкам, они могли бы зарабатывать от 10 до 163 долларов в день на своем канале YouTube. И я бы предположил, что на самом деле это будет немного выше этих двух цифр. Из-за того, что я бы классифицировал эту нишу, которая является нишей животных, как нишу с полувысокой ценой за показ, из-за того, что есть много разных рекламодателей, которые размещают рекламу на видео с собаками. Видео с кошками и тому подобное. Так что я бы оценил, что этот канал прямо здесь. Домашние животные и животные зарабатывают около 100 долларов в день, и от 3 до 4 тысяч долларов в месяц на своем канале YouTube. И это оценка, основанная на том, что я управляю каналами и нишами, подобными этому. И этот канал, безусловно, не единственный канал, делающий это. Вот еще один канал под названием Escal с 311 нулевыми подписчиками. И если мы посмотрим на статистику социальных сетей для этого канала, они получают почти 10 миллионов просмотров в месяц на своем канале YouTube. 9-4 миллиона просмотров в месяц. И по оценкам, они зарабатывают от 2 тысяч 30 до 7 тысяч долларов в месяц на своем канале YouTube. Поэтому я бы оценил, что они, вероятно, зарабатывают около 25 тысяч долларов в месяц на своем канале YouTube. И что безумно, так это то, что это только из одной рекламы. Ты действительно можешь заработать намного больше с помощью некоторых секретных стратегий монетизации, которыми я собираюсь поделиться позже в этом видео. Так что продолжай следить за этим. Но как ты видишь, если у них есть реклама на их канале, они потенциально могут зарабатывать много только на доходах от рекламы. И если мы посмотрим на некоторые из их видео прямо здесь, они просто снимают видео, как 10 самых красивых рыб в мире. 10 лучших рогов животных, существование которых ты не поверишь. 1 миллион просмотров за 3 месяца. И они просто снимают такие видео, как это. Буквально просто видео, где голос за кадром поверх видео зачитывает сценарий, показывая кучу разных видео, которые они даже не снимали. И сегодня в этом видео я собираюсь показать тебе места, где ты также можешь получить совершенно бесплатный контент. Но взгляни сюда, у этого канала Оскол 311 нулевых подписчиков. И ты, возможно, скажешь, Мэтт, не потребуется ли мне вечность, чтобы набрать 300 нулевых подписчиков на моем канале? И чтобы выразить это в контексте, я создал совершенно новый канал с нуля. Буквально ноль подписчиков и ноль просмотров на канале, до более чем 500 нулевых подписчиков за один год. Так что, хотя можно невероятно быстро развивать каналы YouTube, я собираюсь поделиться с вами некоторыми секретами в этом видео о том, как именно это сделать. Большинство людей на YouTube никогда не приближаются к тем целям, которые они хотят на YouTube. И это по нескольким конкретным причинам, которые я собираюсь изложить тебе сегодня в этом видео. Но, во-первых, взглянув сюда, ты можешь сказать, что у этого канала 300 тысяч подписчиков. Это единственная причина, по которой он зарабатывает так много денег. Или потенциально мог бы заработать столько денег только за счет кредита на рекламу. Но вот еще один канал под названием Smart Dog Lover, у которого всего два нулевых подписчика на их канале YouTube. И если мы посмотрим сюда, они просто снимают видео, как и на других каналах, на которые мы смотрели, американский лабрадор против английского лабрадора 53 тысячи подписчиков. И они просто говорят обо всех этих разных породах собак. А если мы посмотрим на статистику социальных сетей для этого канала, как ты видишь, ты можешь спросить, почему этот канал получает отрицательные 33 нулевых просмотра в месяц. И как правило, причина этого заключается только в том, что владелец канала, возможно, не включил некоторые видео в список, закрыл некоторые видео или удалил некоторые видео. Так это единственная причина, по которой он сейчас появляется на Social Blade. Однако, если мы хотим получить точную картину того, сколько этот канал потенциально может заработать, имея только двух нулевых подписчиков на своем канале, как ты видишь, то, что мы собираемся сделать, это взглянуть на ежедневные просмотры, которые получает этот канал. И в последнее время этот канал набирает 11 тысяч просмотров, 16 тысяч просмотров, 14 тысяч просмотров. Так что от 12 до 13 тысяч просмотров в день на их канале YouTube. И по оценкам Social Blade, этот канал может зарабатывать от 4 до 67 долларов в день. Я бы оценил, что этот канал зарабатывает от 30 до 40 долларов в день. Это может быть до 1000 долларов в месяц. А на этом канале всего 2000 подписчиков. Но, как я уже говорил, на самом деле есть способы монетизировать ваши каналы, даже не полагаясь на рекламу на YouTube, о которой я расскажу ближе к концу этого видео. Но только с двумя нулевыми подписчиками, этот канал потенциально может зарабатывать 1000 долларов в месяц только за счет доходов от рекламы. А вот еще один канал, делающий видео, похожее на это. Десятка лучших пород собак среднего размера, самые опасные породы собак в мире. 2-2 миллиона просмотров. И если мы посмотрим на статистику Social Blade, 2 миллиона просмотров в месяц на их канале YouTube, они могли бы зарабатывать от 508 тысяч долларов в месяц на своем канале. Так что в этот момент ты можешь сказать, Мэтт, я тебе верю, есть куча каналов YouTube, которые делают это. Но как я могу это сделать? Как я могу на самом деле найти контент для использования в моих видео на YouTube? Как я могу убедиться, что я не просто трачу свое время на YouTube, просто загружаю случайные видео на YouTube и скрещиваю пальцы в надежде, что они станут вирусными? Ну, сегодня я покажу тебе, как именно это делается в этом видео. Так что, если это звучит хорошо, оставайся здесь. Я собираюсь показать тебе еще пару каналов YouTube, которые делают это. А потом мы разберемся, как именно ты можешь найти бесплатный контент для использования. А потом мы разберемся, как собрать машину для создания видео. Это значит, что ты можешь зарабатывать деньги на YouTube, потенциально даже не снимая видео. А затем я собираюсь показать тебе пару секретных и уникальных способов заставить людей буквально отправлять тебе видео, которые ты можешь затем загрузить на YouTube. И, наконец, я расскажу об этой секретной стратегии монетизации, в которой вы потенциально можете зарабатывать деньги на YouTube, не будучи монетизированным. Теперь, говоря о монетизации, для того, чтобы размещать рекламу на своих каналах YouTube и начинать зарабатывать на рекламе, вам нужно 4000 часов просмотра и 1000 подписчиков на вашем канале YouTube. И ты мог бы сказать, Мэтт, что на это уйдет целая вечность. Но на самом деле это может произойти намного быстрее, чем ты, наверное, думаешь. И если ты хочешь узнать, как именно, посмотри несколько видео на YouTube, которые у меня есть на моем канале. Они показывают тебе сценарии, в которых ты можешь получить монетизацию на YouTube буквально всего за 30 дней. Так вот, еще один канал делает такие же видео, как это. Снимаю видео вроде 10 самых преданных пород собак с 800 нулевыми просмотрами за один год. И если мы посмотрим прямо здесь, этот канал получает почти 500 нулевых просмотров в месяц. А на этом канале всего 14 нулевых подписчиков. Значит, тебе не нужно абсурдное количество подписчиков, чтобы потенциально получать приличный доход с YouTube или получать много просмотров. Вот еще один канал под названием Собачье шоу Фенрира. Как ты видишь, у тебя 100 тысяч подписчиков. И этот канал прямо здесь получает более миллиона просмотров в месяц на своем канале. И они просто снимают видео, как и предыдущие видео, которые мы смотрели. Это первая десятка собак для владельцев собак первого раза, 6 миллионов просмотров и просто куча видео о собаках. А вот еще один канал YouTube, делающий то же самое с почти миллионом подписчиков на своем канале. А этот канал называется Вечно Зеленый. Как ты видишь, 959 нулевых подписчиков. И они просто снимают видео, как 8 самых больших рептилий в мире. И этот канал не обязательно посвящен только собакам или кошкам. Они делают видео о самых разных животных, таких как 10 самых красивых лягушек в мире. 10 лучших людей катаются на таких видео с невероятными животными, как это. И у некоторых из этих видео безумное количество просмотров, как у этого прямо здесь. Самые красивые птицы на планете Земля, с более чем 4-мя, 3-х миллионами просмотров видео, что абсолютно невероятно. И если мы посмотрим здесь на статистику социальных сетей для этого канала, это просто безумие. Этот канал получает 26 миллионов просмотров в месяц на своем канале, что просто абсолютно абсурдно. Они могли бы зарабатывать от 6107,6 тысячи долларов в месяц. И это только от доходов от рекламы, если у них есть реклама на их канале. Поэтому я бы оценил, что в самом низу, если у них есть реклама на их канале, они зарабатывают по крайней мере от 40 до 50 тысяч долларов в месяц, только от доходов от рекламы, основываясь на моих оценках работающих каналов в нишах. Подобных этому. А теперь давай поговорим о том, как на самом деле создавать контент. Итак, есть пара разных способов создания контента, если бы ты запустил такой канал на YouTube. И это зависит от того, есть ли у тебя больше времени, чем денег, или у тебя больше денег, чем времени. В этом сценарии, когда у тебя больше времени, чем денег, ты бы на самом деле пошел дальше и создал видео самостоятельно. Теперь, если у тебя действительно больше денег, чем времени, тогда ты мог бы использовать свои деньги и платить другим людям, чтобы они снимали видео для тебя. Но прежде всего, давай взглянем на сценарий, в котором у тебя больше времени, чем денег А ты бы сам создавал видео В данном случае ты разобьешь процесс видеосъемки на несколько разных этапов Первым шагом будет придумать идею видео И придумывая идею видео, я бы рекомендовал пойти на популярные каналы YouTube, такие же, как те, которые мы рассмотрели в этом видео И взглянул на их страницу с видео, а затем отсортировал их загрузки по их самым популярным видео А потом я бы сделал заметки о том, на что похожи самые популярные видео на некоторых из этих каналов YouTube Десятка самых маленьких пород собак в мире В десятку самых древних пород собак на Земле входят такие видео, как это Я бы сделал заметки о том, что хорошо работает на всех этих отдельных каналах, подобных этому Десятка лучших собак для владельцев первого раза А затем я рекомендую написать сценарий из 500-2000 слов своими словами И причина, по которой мы хотим писать сценарий такой длины, заключается в том, что это ссылка, по которой нам нужно писать сценарии, чтобы сделать видео длиной более 10 минут, когда видео будет прочитано И очень важно делать видео длиннее 10 минут, чтобы мы могли получить больше времени для просмотра наших видео во время просмотра Это один из ключевых факторов, который поможет тебе добиться популярности и успеха на YouTube И как минимум, ты хочешь убедиться, что твои видео длиннее 8 минут Это позволит тебе делать несколько рекламных пауз в своих видео и в результате зарабатывать намного больше денег И есть еще более секретные стратегии монетизации И я собираюсь рассмотреть один из них в этом видео сегодня, позже в видео Итак, после написания твоего сценария, я рекомендую разместить твой сценарий на веб-сайте под названием Капискапы Капискапы позволят тебе увидеть, есть ли в твоем сценарии какое-либо нарушение авторских прав или что-то в этом роде А потом, после этого, пришло время успокоиться Так что ты можешь спросить Мэтт, где я могу получить контент, не имея дела с авторским правом или чем-то подобным Теперь есть несколько мест, которые я рекомендую, первый из которых — Pixel.com Pixel A полностью свободен И как ты можешь видеть прямо здесь, если мы будем искать в док, например, в Pixel Bay, там есть тонны совершенно бесплатных изображений собак, которые мы можем использовать совершенно бесплатно Но что еще более важно, есть также видео, которые мы можем использовать Если мы перейдем к этому, опустись прямо здесь и выбери видео Как ты можешь видеть, мы можем использовать тонны различных видеороликов с собаками Допустим, например, мы хотели использовать это видео прямо здесь Допустим, мы хотим использовать это видео в нашем видео, как вы можете видеть, бесплатно для коммерческого использования и буквально без указания авторства Это значит, что ты можешь буквально просто нажать эту зеленую кнопку, загрузить видео и использовать его в одном из своих видео на YouTube И еще один сайт, который я рекомендую, это сайт под названием Pexels.com, и если мы пойдем в Pexels прямо здесь, как ты можешь видеть, если мы будем искать Кэт, там есть тонны совершенно бесплатных изображений кошек и совершенно бесплатных видео, которые мы можем использовать без необходимости иметь дело с авторским правом или чем-то еще. И ко мне приходит много сумасшедших людей. На любом из этих двух сайтов недостаточно видео для того, на чем я хочу снимать видео. И если это так, то я бы рекомендовал заглянуть на веб-сайт под названием Storyblocks, который действительно стоит денег. Но на мой взгляд, это того стоит по сравнению с той суммой денег, которую ты потенциально мог бы заработать, делая это. И если ты все еще не можешь найти достаточно контента для использования в своих видео, то ты потенциально можешь использовать видео с YouTube. Но если ты сделаешь это, убедись, что ты сделаешь это преобразующим и справедливым. Используй, чтобы убедиться, что ты не нарушаешь никаких авторских прав. Но если ты вообще не хочешь иметь дело с авторским правом или чем-то подобным, ты можешь использовать такие сайты, как этот. Так что теперь насчет редактирования твоих видео. Как ты редактируешь свои видео, не тратя кучу денег на какой-нибудь дорогой видеоредактор. И ты можешь это сделать, используя совершенно бесплатный редактор под названием OpenShot. Просто иди в OpenShot.org, и ты можешь скачать OpenShot совершенно бесплатно как для Windows, так и для Mac. А потом ты, возможно, захочешь добавить музыку и на задний план своих видео. И если ты хочешь музыку без каких-либо авторских прав или чего-то в этом роде, то я рекомендую зайти в аудиотеку YouTube, которая является полностью бесплатной аудиотекой, предоставляемой YouTube, где вы можете использовать музыку. И многое из этого также не требует указания авторства. Это значит, что ты можешь буквально просто скачать его и использовать в своих видео. А теперь давай поговорим о создании машины для создания видео, в которой мы находимся. Ты бы нанял других людей, чтобы они снимали видео для тебя. И это именно то, что я делаю в своей работе на YouTube. На самом деле именно так я управляю и управляю девятью различными каналами YouTube. Все, что я делаю в своей работе на YouTube для восьми из девяти различных каналов, которыми я управляю, это Придумывай идеи для видео, загружай и оптимизируй готовые видео. И если ты собираешься это сделать, то тебе нужно передать на аутсорсинг каждый из этапов создания видео. И эти шаги, обычно на таких каналах, как этот, придумывают идею видео, в котором ты бы сделал. А потом ты отправил бы эту идею видео сценаристу, который написал бы оригинальный сценарий. И как только они это сделают, они отправят это художнику за кадром, который делает закадровый голос поверх видео. А затем они отправляли это в видеоредактор, который находил клипы для использования и редактировал их в видео. А потом они, наконец, отправят это художнику-миниатюристу, который сделает красивый эскиз для видео. А потом они, наконец, отправляют его тебе обратно, и ты загружаешь и оптимизируешь готовое видео И единственная работа, которую тебе нужно выполнить в этом процессе, если бы ты передал создание контента на аутсорсинг, это придумать идеи для видео, загрузить и оптимизировать готовое видео Так что, если бы ты хотел это сделать, ты бы просто пошел на онлайн рынки, такие как Fiverr.com, а ты бы поискал, например, статью о животных и нашел людей, которые могут писать сценарии или писать статьи о животных А потом после этого ты получишь исполнителя закадрового голоса, и ты сможешь просто искать закадровый голос на Fiverr И есть куча людей, которые сделают профессиональную озвучку на Fiverr за очень дешево А потом ты найдешь видеоредактор и дизайнер миниатюр И еще один быстрый бонусный совет Если вы не можете найти достаточное количество людей на Fiverr, или людей, которых вы хотите нанять, или люди на Fiverr просто слишком дороги для некоторых концертов Тогда я бы рекомендовал веб-сайт под названием Upwork.com Upwork это место, где я нашел своих лучших товарищей по команде, с которыми я работал много лет И еще один вариант, вместо того, чтобы создавать сборочную линию для создания видео, на которой вы платите нескольким людям за выполнение всех многочисленных работ, связанных с созданием видео на YouTube Это заплатить одному человеку за весь процесс создания видео на YouTube А теперь, как я обещаю, я собираюсь показать тебе бонусный способ, как ты можешь получить совершенно бесплатный контент для использования в своих видео И чтобы продемонстрировать это, я хочу показать тебе этот канал прямо здесь под названием Dog Bowl У них 77 нулевых подписчиков, и они просто снимают такие видео, как лучший из доберманов, суперинтеллектуальная собака, 4,7 миллионов просмотров, лучший из лабрадоров И они просто говорят обо всех этих разных типах пород собак И что супер круто в этом канале, так это то, что если ты перейдешь по этой ссылке прямо здесь, на их канале YouTube Art, и нажмешь на эту ссылку, ты действительно сможешь отправить видео для канала И если бы ты сделал что-то подобное, ты мог бы просто создать форму Google, или использовать какое-либо другое программное обеспечение для форм или опросов, в котором люди могут загружать видео и отправлять вам видео Таким образом, ты можешь буквально просто заставить людей отправлять тебе видео, которые ты потенциально можешь использовать в своих видео прямо здесь И это не единственный канал, который тоже так делает Вот еще один канал под названием Dodo, с семью-два миллионами подписчиков И если мы посмотрим, этот канал получает безумные 138 миллионов просмотров в месяц на своем канале И я бы оценил, что они зарабатывают по меньшей мере более 100 тысяч долларов в месяц только на доходах от рекламы Однако, я думаю, что за этим каналом стоит целая компания, потому что они загружают так много видео Но несмотря на это, у них также есть небольшая ссылка прямо здесь, в которой говорится «Отправьте свою историю» И если ты нажмешь на эту ссылку И эта ссылка также есть в описании многих их видео на YouTube И ты можешь отправить свое видео в Дронт И тогда они потенциально могут использовать это в одном из своих видеороликов, которые они размещают на своем канале YouTube Сейчас, в этот момент, ты мог бы сказать «Мэтт, это звучит здорово» Но что, если у меня уже нет кучи подписчиков? Как люди узнают, что нужно отправлять мне видео из абсолютного ниоткуда? Если у меня ноль просмотров и ноль подписчиков И ты прав в этом, никто бы просто так не отправил тебе видео ни с того ни с сего Однако, один из вариантов, который вы потенциально могли бы сделать, это создать учетную запись Instagram А затем покупать объявления на популярных страницах животных в Instagram А потом сам заведи страницу с животными А затем по ссылке в биографии этой страницы разместите ссылку на ту форму, в которой люди могут отправлять вам видео, чтобы вы могли потенциально использовать их в своих видео на YouTube А теперь, как я тебе и обещал, я собираюсь показать тебе другой способ, которым ты можешь монетизировать свои видео на YouTube, не имея возможности получить 4000 часов просмотра или 1000 подписчиков или что-то в этом роде Таким образом, ты можешь монетизировать с места в карьер И способ сделать это — зайти в партнерские сети, такие как DigitStore24, com или ClickBank.com и перейти в раздел их торговой площадки, как мы находимся на ClickBank.com прямо здесь А затем прокрутите вниз и нажмите «Уход за животными» и «Домашними животными» И как ты можешь видеть, у них есть куча разных ниш в ClickBank или DigitStore24 И причина, по которой мы собираемся заняться уходом за животными в разделе «Домашние животные» заключается в том, что это та ниша, в которой я показал тебе все эти разные каналы YouTube сегодня И как ты можешь видеть, у них буквально есть такие продукты, как тренировка мозга для собак, уникальный курс дрессировки собак Как ты видишь, ты получаешь 31 доллар каждый раз, когда получаешь продажу этого продукта И ты, возможно, спрашиваешь Мэтт, как я собираюсь увеличить продажи этого продукта Ну, все, что тебе нужно сделать, это зарегистрироваться в ClickBank и нажать эту кнопку продвижения прямо здесь И ты получишь уникальную ссылку, которую ты сможешь добавить в описание каждого видео, которое ты загружаешь И ты также можешь добавить это в раздел комментариев к своим видео на YouTube Просто еще одно место, где люди потенциально могут перейти по этой ссылке И тогда, если кто-то купит этот продукт после нажатия на эту ссылку, вы потенциально можете заработать деньги в результате И ты мог бы сказать, Мэтт, это здорово, но сколько денег я действительно мог бы потенциально заработать, делая это? Ну что же, давай немного посчитаем А давай взглянем на канал, который загружает видео Давай, например, взглянем на тот канал, у которого даже не так много подписчиков, который называется Smart Dog Lover У них всего 2000 подписчиков И как ты можешь видеть прямо здесь, они получают от 10 до 16 тысяч просмотров в день Так что давай просто скажем, что они получают 10 тысяч просмотров в день Так что если они получают 10 тысяч просмотров в день, умноженных на 30 дней в месяц, они получают около 300 тысяч просмотров в месяц И давайте просто скажем, что из этих 300 тысяч просмотров в месяц на их канале YouTube И давайте будем очень консервативны в этом, что 003 человека нажали на ссылку в описании и купили тот продукт, который они продвигали Это будет в общей сложности 90 продаж в месяц А давай взглянем на это еще раз Если ты получишь продажу этого продукта, ты получишь в среднем 31 доллар за продажу Так давай, умножь 90 продаж на 31 доллар за продажу Это будет дополнительно 2800 долларов в месяц И это только с этим очень маленьким каналом А теперь представь, что ты получаешь миллионы просмотров в месяц и продвигаешь некоторые из этих продуктов Ты потенциально можешь заработать много денег и потенциально намного больше, чем только за счет доходов от рекламы И есть тонны этих продуктов, которые ты можешь продвигать Некоторые из них дадут тебе до 60 долларов за продажу И это буквально просто называется Doggy Dance Online Trainer для собак И это курс, который показывает тебе, как дрессировать своих собак И подумай об этом Если у вас очень целевая аудитория людей, которые интересуются собаками или кошками или какой-либо другой конкретной нишей вашего канала YouTube То вы можете очень легко продвигать подобные продукты по ссылке в описании ваших видео на YouTube И потенциально может заработать много денег И по моему опыту, даже намного больше, чем только от доходов от рекламы на YouTube Так что в этот момент ты можешь сказать Мэтт, это здорово, я хочу это сделать Но как я могу быть уверен, что я буду получать просмотры и подписчиков и развивать свой канал, делая это? Если бы я просто сделал это и не получил никаких просмотров, подписчиков или не заработал никаких денег, разве я не тратил бы свое время впустую? И ответ — да, ты зря потратишь свое время Вот почему прямо сейчас я хочу поделиться с тобой некоторыми секретами о том, как именно ты можешь сделать это правильно, чтобы быть уверенным И прежде чем мы перейдем к этим секретам, если ты чувствуешь, что я до сих пор ценил тебя в этом видео, обязательно оставь лайк на видео и подпишись на канал, чтобы я мог помочь тебе с YouTube в будущем Итак, с учетом сказанного, давайте рассмотрим некоторые секреты о том, как взорваться на YouTube Секрет номер один заключается в том, чтобы загружать видео только в одной нише, а это означает, что вы не загружаете видео с собаками в один прекрасный день, а затем видео с баскетболом на следующий день Ты хочешь быть уверенным, что каждый божий день ты загружаешь только видео с собаками или только видео с баскетболом, какую бы нишу ты не выбрал для своего канала И при этом ты сможешь реализовать то, что называется подобными метаданными Поскольку все твои разные видео на твоем канале YouTube будут посвящены очень похожим темам, в заголовках, описания и тегах у них будет много одинаковых ключевых слов И если ты получишь очень небольшое количество поискового трафика на своем канале, так как все твои видео посвящены очень похожим вещам, то некоторые из твоих видео будут появляться в предлагаемой видеопотоке твоих собственных видео Так что ты можешь использовать очень мало просмотров видео в поиске для множества потенциальных предлагаемых просмотров видео И это именно то, как мои видео взорвались, набрав более 10 миллионов просмотров Секрет номер два заключается в правильной оптимизации ваших видео с точки зрения названия, описания и тегов И если ты хочешь точно узнать, как это сделать, то обязательно сделай это правильно У меня есть совершенно бесплатный тренинг, который ты можешь посетить по ссылке в описании Но если тебе нужен действительно простой способ сделать это, то я рекомендую использовать совершенно бесплатное расширение для Chrome под названием VTQ И я тоже оставлю ссылку на VTQ И ты можешь использовать это, чтобы правильно оптимизировать свой заголовок, описание и теги И наконец, секрет номер три заключается в анализе и оптимизации на основе полученных данных Как только у тебя появится достаточное количество видео, я замечу около 33 видео Как только у тебя появится 33 видео, ты сможешь зайти в свою аналитику YouTube и посмотреть, что работает, а что нет, и удвоить то, что работает И в этот момент ты можешь спросить, хорошо, какую статистику я хочу искать в своих видео на YouTube Я рекомендую стремиться к 6% кликов для оценки ваших видео и средней продолжительности просмотра 60 минут для видео продолжительностью 10 минут Если ты сможешь попасть в обе эти две статистики, то очень вероятно, что ты взорвешься на YouTube И если ты хочешь присоединиться к сообществу людей, которые действительно этим занимаются, посмотри ссылку ниже на мой онлайн-курс и сообщество под названием «Мастерство и монетизация» У нас есть множество людей, которые взрывают каналы в сообществе участников нашего курса, так что если ты хочешь присоединиться, эта ссылка будет внизу Всем большое спасибо за то, что посмотрели А теперь посмотри это видео для другой действительно странной ниши, в которой ты потенциально можешь зарабатывать деньги на YouTube, даже не снимая видео, не показывая свое лицо, или что-то в этом роде, посмотри это видео прямо здесь Ты получишь от этого массу пользы Еще одна действительно странная ниша, о которой держу пари, ты даже не думал Большое спасибо, что наблюдаешь за всеми Меня зовут Мэтт Пар, и я увижу тебя в следующем видео